Кто еще не забыл, мы сегодня говорим о Linux. Дальше поговорим про сетевые интерфейсы, и Павел с Денисом нам расскажут. Раз-раз. Добрый день. Меня зовут Павел Курочкин. Меня зовут Денис Габидолин. Мы работаем в NTC Metrotec. Сегодня мы вам расскажем, поделимся своим опытом, касающимся создания сетевых контроллеров, аппаратных сетевых контроллеров на базе FPGA. Расскажем, как мы используем Linux в них. План следующий. Сначала мы вам расскажем про то, почему вообще FPGA… То есть представьте себе, что ваш сетевой контроллер, который обычно используется, перестал вас удовлетворять. У него не тот оффлоат, он не выполняет какой-нибудь таймстейминг или еще что-нибудь. И вы решили сделать свою карточку, свой сетевой контроллер. Что вам для этого нужно, чтобы в Linux он у вас заработал? Для того, чтобы рассказать вам про это, мы сначала вам расскажем про архитектуру. В общем, на кубиках расскажем про архитектуру сетевых контроллеров, на примере тех устройств, которые делаем мы. Потом перейдем плавно к драйверной части, к структуре драйвера. Расскажем, из каких кусочков он состоит и что мы берем из Linux, из Kernel для того, чтобы у нас заработал сетевой интерфейс. Почему мы вообще взялись это рассказывать? У нас опыт, мы 12 лет разрабатываем сетевые устройства. И во всех из них есть Ethernet. Мы покрываем у нас в устройствах от 1 гигабита до 100 гигабит. Во многих из этих устройствах есть сетевые контроллеры и сетевые драйвера. Не все эти сетевые драйвера у нас всегда на Linux, но последние лет 5 мы на него плотно перешли. И последние 5 лет мы пишем сетевые драйвера под наше железо. Поэтому кое-какие навыки у нас есть. Хотелось бы своим опытом немножко поделиться. В качестве картинки для привлечения внимания два наших девайса. Слева такой мобильный, он маленький. Такой приборчик, в котором есть 2 гигабита. Ну естественно там и там и там есть и PGA, только там маленькая простенькая. И 2 гигабита, 2 гигабитных полноценных сетевых интерфейса. В Linux справа это такой монстр под названием B100, на котором есть 100 гигабит Ethernet, 40 гигабит Ethernet и 10 десяток. Прямо сейчас в проекте продакшенском прокинут как сетевой интерфейс только 100 гигабит. Но вот в разработке у нас сейчас есть проект, в котором эти десятки тоже станут сетевыми интерфейсами, чтобы можно было делать такой программный коммутатор с акселерацией, естественно. То есть с большой акселерацией FPGA, ну для примера, чтобы на нем построить из ДН-коммутатора. Потому что сейчас они достаточно актуальны. Почему FPGA и что это такое? Кратенько. Это огромная вентильная матрица с количеством элементов сотни тысяч и миллионов. Каждый элемент можете рассматривать как триггер или какая-нибудь логическая функция и, и не, и так далее. В чем ее преимущество? В отличие от готовых контроллеров, готовых чипов, она позволяет себя перепрограммировать практически в любое время. Практически, когда вам заблагорассудится, если, естественно, с точки зрения поддержки ядра, если со стороны ядра вы обеспечите поддержку, что у вас вдруг пропало устройство, а потом появилось. Соответственно, сейчас есть такой популярный параметр, который очень хорошо описывает преимущества FPGA. Это high performance per watt. То есть, если сравнивать его с GPU, например, для решения большого количества задач или с реализацией каких-то алгоритмов на обычных, на классических способах, на серверных, на процессорах, то в случае с FPGA можно добиться максимального соотношения. И, опять же, примеры того, где используется сейчас FPGA и готовы отказаться от готовых кристаллов, от ASICов, есть такой термин, это SDN-коммутаторы, вот сейчас есть компания Corsa, которая в своем коммутаторе используется FPGA. И да, они говорят, да, это будет дорого, но это будет очень гибко, и вы получите все равно свои бонусы, потому что у вас стоит FPGA. Сейчас одна из задач еще, это вот фильтрация трафика, таймстемпинг, когда каждому пакетику метка времени представляется, ну и так далее. Один нюанс по поводу того, чтобы научить, чтобы ваше устройство пропадало, потом появлялось, и всем от этого было хорошо, не было плохо, это вот надо прийти еще будь завтра, и наши коллеги Иван с Димой расскажут вам про такую вещь, как девайс 3 плюс оверлей, она очень в этом поможет. Теперь вот в принципе такая абстрактная архитектура сетевого контроллера, ника, дальше потом будет несколько конкретных имплементаций, например, наших приборов, но вначале вот такая вот базовая. Начинается все с трансиверов, если, ну как бы подключаемся мы либо медью, естественно, либо оптикой, если это оптика, это должен быть оптический трансивер, который, соответственно, наверхнет все в электричество, дальше внешний трансивер, который занимается демодуляцией, модуляцией и кодированием, всяким там 64, 66 и прочим, после этого по интерфейсу сигнал, ну допустим, XGMA, к примеру, попадает в Mac, и вот здесь уже начинается вот в этом кубике наша FPGA. Задача Mac достаточно примитивная, это конвертация во внутренне удобный интерфейс, это там проверка чек суммы, сбор всякой статистики, всякое распределение по пакетам и все прочего. Самая интересная часть, это когда вы делаете свой сетевой контроллер, естественно, это вот application logic, потому что ради вот этого вы его и делаете. Если вам этот кубик не нужен, вы идете и покупаете там Intel или что бы вам, любой производитель вас устроит. А вот если вам нужна какая-то хитрость, то есть какое-то там туннелирование, либо какой-то такой оффлот, которого у других нету и вам нужно его добавить, то тогда эта часть важная для вас. Ну а дальше идет просто интерфейс, то есть несмотря на то, что у вас есть какой-то оффлот, если у вас все-таки это сетевой девайс, вам часть пакетов или все пакеты в зависимости от вашей задачи нужно перекинуть в Linux, чтобы он мог дальше с ними что-то делать. И дальше, соответственно, идет интерфейс. Ну, допустим, обычно чаще всего мы в реальной жизни видим это PCI-Express, правда у нас некоторые примеры будут shared memory. И, в общем, сверху над всем этим наш сетевой драйвер, который занимается приемом передачи от юзерспейса и менеджмента вот этих все низкоуровневых слоей. Да, здесь, чтобы было немножко понятнее, я дополню тебя, Денис. Вот, как правило, вот эти кубики, они находятся внутри устройства, внутри коробки или внутри на плате, а оптический транссейвер, то, что называется SFP, SFP+, CFP, это вот модули такие, которые вставляются в карточку и преобразуют. И еще один нюанс, вот тут на слайде интерфейс, оброзначенный красным цветом снизу, это те интерфейсы, в которых у вас нет возможности не поддерживать лайнрейт. То есть вы чисто физически по спецификации не можете взять и каждый второй только пакет принимать от транссивера и передавать в Mac. У вас не будет работать все, в принципе. Это говорит о том, что если вы заявляете, что у вас есть 100 гигабит Ethernet, вы поддерживаете 100 гигабит Ethernet, то вот здесь вы можете, в принципе, обрабатывать столько, сколько успеете, и у вас будет хороший 100 гигабит, и у вас все равно будет 100 гигабит Ethernet. А здесь у вас обязательно должна быть пропускная способность 100 же и больше. Больше за счет кодирования. Давайте рассмотрим маленький частный случай, и у нас их будет 4. Про гигабит Ethernet, 10 гигабит и 100 гигабит. Но, в принципе, из всего этого вы увидите, что они на самом деле похожи, и у них есть небольшие различия. В случае с гигабит Ethernet я привел пример на базе систем-он-чипа, про который мы рассказывали в прошлый раз. Это микросхема, в которой процессор Spliss находится в одном кристалле, и у них есть главный бонус, это их shared memory. То есть они могут передкидывать пакеты между собой через общую память. Соответственно, здесь огромный bandwidth, и в случае с гигабитом он хватает с огромным запасом. В этой схеме, в этой реализации, трансивер, который отвечает за гигабит Ethernet, за кодирование, он находится снаружи от чипа, и у нас здесь есть соединение гигабитное, соответственно, по интерфейсу RGMI. И в случае с гигабитом мы поддерживаем, у нас есть возможность подключить оптический трансивер, и возможность подключить обычный RG45. Обратите внимание, что когда мы получаем это из коробки, это одно. Нам нужно разработать это устройство, и мало того, что перекинуть пакеты, нам еще нужно управлять SFP, или получать с него какую-то информацию о линке или еще что-то, и управлять самим фаем. Мы будем этим заниматься на примере кодов, на примере в следующих слайдах. Следующий пример архитектуры – это на том же самом соке, но уже десятка. То есть здесь отличий, в принципе, небольшие, но существенные. У нас меняется, самое главное, у нас меняется интерфейс между Mac и Fee. То есть мы теоретически могли бы использовать тот же вариант, допустим, GMI, для десятки, которые носят название XGMI, но это невыгодно с точки зрения создания платы, потому что это порядка 70, чуть больше, по-моему, пинов. Соответственно, гораздо выгоднее использовать XAU, в которой каждое направление с помощью четырех дифпар по 325 передаются данные. Но только это приводит к тому, что если в первом случае мы могли обойтись какой-то low-cost FPGA, в которой нет трансиверов, то есть это таких специализированных пинов, которые могут перелобачивать много данных, то здесь мы уже переходим в такой middle range, в котором хоть какие-то и хоть чуть-чуть трансиверов в этой FPGA быть должно. Ну и второй нюанс. Там был гигабит и ARM, и ARM без проблем гигабит перелопатит. Здесь десятка. Выжить уже, ну имеется в виду, выжить не там снизу и не в FPGA, в Афлоде, а перекинуть в CPU. То есть на процессор десятку, на ARM это уже надо так стараться. То есть это уже задача достаточно непростая. Мы помним, что у нас конференция про Linux. Осталось немножко, сейчас будем про Linux. Здесь главное заметить, в принципе, что все эти архитектуры близки и похожи, и это будет потом полезно. То есть в случае с… Второе принципиально отличающееся решение по 10G, оно базируется на базе PCI-Express. То есть мы теперь уже, мы перешли к новой платформе, вот как раз в Беркут 100, в которой множество портов, и смогли взять, поставить туда топовую FPGA, который позволил нам подключить несколько десяток и 100 гигабит Ethernet к одному чипу. И в итоге нам нужно… У нас получилось, что системы чипа такого еще не было, и мы сделали интерфейс с процессором, с компьютером, с PCI фактически, с накладным, через PCI-Express. То есть принцип остался тем же самым, что и в соке, это будет DMA, но это будет просто через аппарат на другой интерфейс. В остальном, в принципе, здесь все примерно одинаково. И в этом случае у нас FI переполз в FPGA, соответственно, работать с регистрами FI мы уже будем через внутренние наши структуры в FPGA, а не через внешние провода и внешние интерфейсы. Ну, еще одно отличие, что теперь трансиверы должны поддерживать десятку, потому что вот этот XFI, это по факту у нас RX и TX, это деф-пара, поэтому мы переходим в топовую, то есть в серию FPGA. Но это конкретно пример. И следующий слайд, это из реальной жизни, это тот вот девайс здоровый, что мы показывали, на который сотка 10 десяток. Вот это вот у нас два слайда, а по факту все это подключено к одному FPGA. Ну, вот в отличие между подключением сотки и 100 гигабита, это вот на уровне, опять же, трансиверов в FPGA, на уровне MAC в FPGA. Дальше все абсолютно единообразно. Естественно, вот у нас, ну, то есть это понятно, это не секрет, это ограничение аппаратной платформы, хоть туда заходит сотка. PCI-Express у нас только gen 2.16, то есть даже грязных она может передать 64 гигабита. Но учитывая еще, что задача FPGA как раз делать какую-то акселерацию, никто и не думает закидывать там все 240 гигабит на хоть и Core A7, но мобильный и двухъядерный, потому что он, естественно, от этого захлебнется намного раньше. Все, от архитектуры аппаратных переходим ближе уже к ядру, к Linux. И что нам нужно сделать для того, чтобы наше устройство стало полноценным сетевым контроллером в Linux теперь? У нас есть железка, мы разработали, у нас схемотехники выпустили плату, FPGA разработчики сделали прошивку, все интерфейсы до чипов у нас есть. Понятно, что самое очевидное, это мы должны перебрасывать пакеты из процессора в PGA. Само собой, это нужно будет сделать. Для этого мы с вами поговорим сейчас про подсистему с загадочным названием NAPI. Естественно, мы будем использовать прерывание, потому что к нам будет приходить пакет, и мы должны узнать об этом сразу. Дальше, кроме этого, нам нужно еще управлять при помощи и в конфига, и с тулом этим сетевым интерфейсом. Поставить там автонегатейшн, например, чтобы заатвертазить какие-то режимы не гигабит, а, например, 100 или 10. Узнать, в принципе, поднялся у нас линк или нет. Это тоже делается, например, линк узнается в фай, и чтобы узнать, есть линк или нет, нужно опрашивать регистры, и, соответственно, мы поговорим о том, как это делать так, чтобы для каждого сетевого устройства не писать свой велосипед, а использовать готовый фреймворк, липфай. Ну и еще есть один фреймворк, который касается стула. Дальше про него поговорим. Ну, начинаем мы с того, что мы передаем данные, точнее принимаем. В принципе, мы чуть-чуть… Ну, да, естественно, они в виде пакетов. Мы поговорим чуть-чуть про прием. Передача, она зеркальна в другую сторону, то есть потом в два отличия скажем. Представим, нам нужно принимать из FPGA пакеты и доставлять их в драйвер. Один из самых очевидных решений, просто когда взять, вот, первый раз открыть код ядра и подумать, что же мы будем делать. Подумать, что мы просто сделаем обработчик прерывания и будем дернуть, то есть генерацию прерывания будем делать в FPGA, получать это прерывание и будем дальше в этом обработчике отдавать сетевому стеку, то есть наверх пакет. И это будет работать. Это будет работать, если у нас там 100 тысяч, я не знаю, или там 10 тысяч пакетов в секунду, это будет работать. Но давайте примерно прикинем, сколько у нас реально пакетов. Даже на гигабите при минимальном размере 64 байта это чуть меньше, чем полтора миллиона пакетов в секунду. На десятке это уже 15 миллионов пакетов в секунду. И зная, что обработка прерываний это достаточно дорогая с точки зрения ресурсов цепи операции, мы понимаем, что вот в таком варианте, в таком глупом, у нас, естественно, все процессорное время будет тратиться только на обработку прерываний, и этот оверхед, он как бы убьет всю пропускную способность, даже теоретическую. Поэтому чистые прерывания – это никак не вариант. Мы это привели, так сказать, из академических интересов, понятно, что это вырожденный случай. И здесь второй вырожденный случай – это когда мы не используем прерывания. Зачем использовать раз они загружают? Мы будем спрашивать прошивку в PGA, а есть ли у тебя для меня пакеты? И готовы ли ты передать пакеты? Казалось бы, беспроигрышный вариант, но только в частных случаях. Потому что если пакетов много, и мы знаем, что они пришли, то можно спокойно их вычитывать из FIFO какого-то или из какой-то общей области памяти. Но если рассмотреть такие случаи, например, что пакетов нет, а мы с какой-то периодичностью опрашиваем в PGA, то тут два варианта. Либо мы опрашиваем очень быстро и мгновенно реагируем, но тогда загружаем ядро, когда нет пакетов. Либо опрашиваем медленно, но тогда лейтенции у нас будет на ответ огромное, потому что пакеты уже пришли, дайте буфер мог переполниться в железке, в FPGA, а мы их не вычитали. Но опять же, вырождены случаи, которые не используются. Поэтому мы переходим к… Не то переключил, да? Переходим к случаю, который настоящий. То есть это такой метод, сейчас носит эта технология, ну как бы последние сколько, лет 10-15 существует, носит название NAPI. Почему оно носит такое странное название? Потому что, как в одной из фундаментальных книжек по разработке пишут автор, эти ребята, которые это придумывали, умеют придумывать хорошие системы и технологии, но не умеют придумывать хорошие названия. Загадочное NAPI расшифровывается как New API. То есть это новая API, вот как бы этим все сказано. Режим этот просто представляет собой комбинацию двух предыдущих. Изначально в нашей системе включены прерывания в FPGA, и у нас есть обработчик, который готов вызваться. Мы ждем первого пакета. К нам приходит первый пакет, но вместо того, чтобы… Ну естественно, FPGA его записала на системную память, вызывается у нас обработчик, но вместо того, чтобы обрабатывать пакет отдавать в сетевой стэк в верхнем уровне прямо там, мы просто просим наш сетевой стэк, нашу подсистему сетевую, чтобы она включила NAPI, это такой механизм полинга, и передаем свой callback. Соответственно, после этого NAPI включен, подсистема начинает в софт AirCube с какой-то частотой опрашивать. Каждый вызов нашего callback сопровождается числом, так называемый бюджет, который говорит, сколько сейчас пакетов мы можем за один раз этот обработать. Это сделано для того, чтобы тот веселый драйвер, которому посчастливилось иметь контроллер, который принимает сейчас 15 миллионов в секунду, не отожрал все ресурсы, для этого каждый вызов такой ограничивается. И каждый раз, когда наш callback знает, понимает, что еще есть пакеты в очереди в PGA, он все продолжает, как бы прерывания держит выключенными и не сообщает сетевой подсистеме, что мы закончили. Как только он видит, что у нас пакетов больше нет, он сообщает сетевой подсистеме, что NAPI теперь мы выключаем, полинг нам не нужен, включает обратно прерывания и система переходит в свои первоначальные исходные состояния. То есть такой простой кейс уже позволяет получить намного пропускную способность получше. Мы не стали выкладками кода иллюстрировать этот пример. Если вы хотите посмотреть код, у нас в конце презентации есть ссылка, где мы применили этот NAPI, и можно почитать. А сейчас переходим к тому, как нам управлять файм, как получать с него информацию о линке. и что для этого есть в ядре. Как было видно на картинках архитектурных, которые рисовал, до файм обычно есть какой-то интерфейс аппаратный. Это либо провода, MDO — это четырехпроводной интерфейс, либо какой-то внутренний интерфейс в FPGA, который в некоторых случаях просто файм с FPGA объединены, и MDO — он на самом деле виртуальный. То есть как таковой четырехбитовой шины в виде проводов ее нет. Однако тут есть большой бонус. Все файы разрабатываются по 802.3, соответственно, по рекомендации, и большинство производителей не так много. Это Marvel, Broadcom, Vitesse. Их по пальцам можно пересчитать. В общем, раньше мы писали всю поддержку самостоятельно, но сейчас в ядре есть соответствующий фреймворк, которому необходимо дать только несколько колбеков. Read, write, reset, link handle, и этого достаточно. Ну, то есть раньше мы, когда Павел сказал раньше, это когда мы не использовали еще Linux, писали под NBD-овские оси, там, конечно, если нет поддержки в текущем Ванатосе или FreeRTOS, пишешь общение со страницами Марвела самостоятельно. Вот, а сейчас все очень сильно упростилось. То есть действительно для того, чтобы просто работать с трансивером, в принципе, от внешнего трансивера в основном требуется автосогласование и мониторинг наличия линка. То есть для того, чтобы это все поднять, достаточно иметь очень-очень примитивный контроллер МДО в FPGA, в 2 шины, в 2 клок и данные, как и A2C. То есть это просто маленький контроллер, который умеет получить запрос от драйвера и, соответственно, создать транзакцию на этой шине. А со стороны драйвера тоже нужно очень-очень совсем немного. Именно эти 4 холлбека. Один, ну, для инициализации, если она вам, конечно, требуется, холлбеки для чтения записи, которые дергают ваши FPGA-шные специфические регистры, и холлбек, который будет нам дергать сам фреймворк, когда он узнает, что какая-то вещь в соединении изменилась, изменилась скорость там или дуплекс. Сам же фреймворк тоже достаточно простой. Это примитивный FSM и набор драйверов. То есть есть такой абстрактный драйвер, который поддерживает только базовые вещи по 802.3, и есть частные. Происходит общение следующим образом. Можешь, Паш, переключить? То есть мы просто указываем 3 коллбека, говорим, что регистрируем МДО-шину, и после этого просим фреймворк, говорим, найди нам какой-то конкретный, или, как мы здесь просим, найди нам любой трансивер, который на этой МДО-шине есть. В этот момент… На самом деле, поправлюте, не найди, а опознай, потому что мы же знаем, что он там есть. Просто нужно, чтобы она пробежалась по вот этим табличкам и нашла, в общем, свой готовый транс. Иногда бывает, когда с аппаратурой что-то не так, что даже где он есть, он не находится. В общем, в этот момент фреймворк, так как там может быть 32 адреса у этого трансивера, он просто побегает по этим адресам и читает регистр, который содержит, ну, грубо говоря, вендор и продукт-иде. То есть по этому номеру он понимает, какой у него трансивер, он в своих списках драйверов смотрит, есть ли у него, если есть существующий драйвер частный, то он использует его, ну, допустим, это Marvel специфичный. Если его нету, то используется абстрактный драйвер. После этого в дело как раз вступает наш конечный автомат, он тоже достаточно такой примитивный. Примитивный. Он раз в одну-две секунды выполняет просто полинг, состояние линка, и когда что-то поменялось, он нам об этом сообщает, дергает наш callback, вот этот вот четвертый, который мы здесь не указали. Он там отдельно, вот там еще один вызов, в котором как раз мы этот callback передаем. Link handle? Да, ну, код, видать, не влез. А, соответственно, мы, если хотим что-то, допустим, от из-тула получить какие-то новые настройки и их применить, мы обязаны не напрямую дергать read в write и не напрямую обращаться в трансивер, а дергать конкретно API этого фреймворка, этого липфи, который потом сам внутри все это сделает и продолжит мониторинг. Вот, в принципе, такая простая вещь, но очень удобная. Следующее, что мы планировали рассказать, это как дать доступ к функциям или к основным для начала функциям контроллера через S-Tool. Все, наверное, пользовались этой утилитой, многие пользовались, когда настраивали оффлоат, какие-то фичи, там, как балансировку по ядрам, опять же, скорость, дуплексы и так далее. Для этого тоже все в ядре на самом деле готово. И необходимо заполнить определенную таблицу callback, которые для каждой фичи, которая управляет тесту, делают, собственно, тут грязную работу. Вот. И примерно выглядит это так. То есть вы заполняете структуру, в которой вы передаете, соответственно, callback на каждую из функций. Вот, например, как получить через S-Tool информацию об SFP, который подключен к вашей системе. Вот. Допустим, что у нас в схеме есть, этот SFP, он вставлен. Вот. Для этого, вот, например, используется вот такой callback, get-модуль EEPROM, который читает EEPROM, содержимое EEPROM из этого SFP, передает его этому фреймворку. И в дальнейшем S-Tool уже показывает распечатку в виде, который легко читается и вся информация вам известна. То есть тут мы опять получаем все это из коробки. А это небольшой пример того, как просто этот get-модуль EEPROM, как он выглядит. В общем-то здесь два чтения. В SFP бывает два, память делится на две части, основная и extended. Но это, пожалуй, сейчас не особо важно. Или дополнишь? Так как вот у нас рассказ про такой, такой совсем поверхностный, базовый, ну, то есть очень-очень-очень начальный уровень ника и драйвера, то мы не хотели заглубляться в какую-то там оптимизацию, но просто хотим все-таки побыть капитанами, предостеречь тех, кто, возможно, станет писать какой-то себе ник для себя хотя бы там в учебных или развлечения там с целью развлечения, тем более с целью продакшена. Немножко подумайте, прежде чем делать. Немножко про архитектуру, потому что вот пример у нас, не знаю, года четыре назад, когда мы делали первый драйвер, мы делали его под устройство с PCI-Express как раз. И вот мы, у нас уже был демо-контроллер в FPGA, но все остальные операции у нас мастером был CPU. То есть для всего остального, как бы получения информации, сколько пакетов принято, сколько дескрипторов освободилось, сколько изучая 1.0.0.0 уже отослано. Для всего этого транзакции генерировал CPU. Мы запустили систему, посмотрели, что как бы данные доходят, потом стали мерить пропускную способность и увидели, что на пакетах 1500 байт мы получили вместо десятки, дай бог меньше гигабита, 500 мегабит. Подумали, почесали репу, решили посчитать количество транзакций, которые у нас происходят. Оказалось, что на простой такой вот use case принять один пакет, допустим, отдать в юзерспейс и потом его обратно передать, у нас 6 транзакций чтения по PCI-экспрессу и 3 транзакции записи. После этого мы померили, ну там почитали, как везде пишут, допустим, задержка на PCI-экспрессе 300-400 нс, померили у себя. Оказалось, что у нас же конкретно проц может, если его не беспокоить ничем и заставить только читать, делать 500 тысяч транзакций чтения по PCI-экспрессу. 500 тысяч. Если у нас их 6, ну то есть это будет 80 тысяч пакетов, это наш максимум. Просто на пальцах. Это очень далеко стало понятно от идеальных 15 миллионов. Мы посидели недельку и убрали все транзакции чтения, оставили только две транзакции записи. Это нам, ну то есть, только записей цепу мог делать 15 миллионов, это наш потолок увеличило до 7-8 миллионов, соответственно, пакетов. Но дальше там у нас стало и с этим некоторые траблы, там выжимали из ДМА, потому что у нас тогда был ген один маленький какой-то. Там много всего интересного можно оптимизировать, но речь не про это, речь просто про то, что хотя бы чуть-чуть представляете, что допустим, если у вас есть PCI-экспресс, то операция чтения, она ну крайне дорогая, она много чем операция записи, и вообще лучше ничего не делать со стороны цепу. То есть лучше все пусть будут делать со стороны ДМА и FPGA, и тогда у вас есть шанс выжать какую-то пропускную способность, но опять же, возможно, потеряв какие-то задержки при этом. Ну давайте подведем итог, что мы в итоге вам рассказали. Мы вам привели несколько примеров архитектур, ников, которые используются у нас. Я думаю, что они такие достаточно в общем смысле будут полезны, потому что остальные архитектуры не сильно отличаются. Рассмотрели те компоненты, которые необходимо реализовать в нашем драйвере для того, чтобы сделать некоторый интерфейс, которым можно пользоваться, и поговорили про несколько фреймворков, которые для этого предназначены, и которые мы для этого используем. И рассмотрели несколько примеров. Следующий слайд. Спасибо большое. Вопрос, пожалуйста. Давайте в микрофон. Не могли бы вы пояснить, как сделать так, чтобы пакеты забрасывались сразу в кэш CPU? Вот это технология. Ну, на самом деле мы ничего с этой технологией не используем. Хотя я думаю, в зале есть люди, которые могут ответить на этот вопрос. Памятн, спасибо. Мы все-таки сфокусированы немножко на… в большей степени были сфокусированы на железе, но все-таки поддержка, про которую мы говорим, вот NAPI там, и это все-таки достаточно базовая поддержка. То есть это, по большому счету, это старт разработки. Здравствуйте. Вы говорите о том, что 100 гигабит в фулт-дуплексе до CPU не доставить, правильно? То есть получается, что основная работа вся происходит внутри в PGA. Это опять же просмотря… Мы говорим, наш девайс, у него просто цель немножко другая. Да. В нем 100 гигабит не доставить. Вопрос такой, какого класса алгоритма у вас в PGA реализуется? То есть там роутер какой-нибудь? Ну, в принципе, один из вариантов, то есть один из проектов – это балансировщик, так называемый. Это когда на сотку приходит трафик, анализируется, парсится, и дальше есть заданный пользователем фильтра правило. Парсится имеется в виду, разбираются заголовки. Я понимаю. А до какого уровня это делается? Ну, по-моему, прямо сейчас у нас вроде до четвертого. Я уж не помню, строки у нас сейчас в продакшене есть или нет. То есть… Нет. Нет, строк сейчас нет. То есть прямо сейчас там это только до L4. И, соответственно, потом по этим правилам он коммутируется на одну или несколько десяток и заодно еще занимается балансировкой. То есть если рейд какого-то потока одного, ну, допустим, мы пока их теплого достали, рейд больше, чем десятки, то можно указать там N, и он будет равномерно балансировать. То есть один из вариантов такой. Ну, плюс поиск по таблице, это достаточно быстрый, там скорость пакетов, прихода пакетов очень высокая, и таблица с правилами, и поиск по ней тоже, соответственно. Последний вопрос, если можно. А вы память рядом ставите? То есть роутер, например, можно на этом сделать? Память у нас есть рядом. Да. Ну, мы очень любим внутреннюю память, хотя жизнь подсказывает нам, что пора переходить на внешнюю. Внутреннюю очень удобно. Ну, по поводу роутера, у нас как раз сейчас оно такое в ресерче. То есть мы думаем как раз к тому, как туда поприкручивать BGP и научиться заодно и роутить. Спасибо за интересный доклад. Хочется немножко в тему все-таки об FPGA. На Linux Plumbers Conference как раз обсуждалась тема, если вы знаете, Intel купил Альтеру. Конечно, знаю. И встраивает FPGA. Ну, естественно, провокационный вопрос, почему не Intel, когда большие скорости, но мы это тоже. Вопрос, почему не Intel в будущем? Как в будущем Intel? Я не вижу другого выхода, честно говоря. Я не понял сейчас вопрос. Ну, в том смысле, сейчас вы на армию реализовываете. Почему бы вам не состыковаться с Intel, поскольку у них будут в будущем SOS, я так понимаю, Альтера стоять, да? Да. И как-то она там, я так понимаю, на интерконнекте стоит. Да, там хороший интерконнект. Да, немного не то, что у вас. У вас оно прямо в Маке, да, часть Мака. Ну, на самом деле, вот у нас здесь, может быть, я не очень, я не сказал, какой здесь ComExpress PC, на самом деле здесь Intel стоит, Core i7. Но здесь PCI Express. Конечно, в случае с тем чипом, про который вы говорите, там будет интерконнект гораздо более мощный. И это будет практически один чип. Еще раз проговорить. То есть вот те два слайда, где гигабит и десятка, мы говорим, там сок. То есть там… Это им без это решение. Да. Это им без это компактное решение. Они мобильные, переносные, маленькие. А вот это вот как это дурень, в которой сотка, сороковка и десять десяток. Там как раз Intel Core i7, но он их двухъядерный и мобильный. Я как раз акцентировал внимание, что хоть это и Intel, но сотку он не перелопатит. И из-за PCI Express, ну, прям вот в текущей версии железа, он не дойдет, потому что там всего 64 гигабита потолок. А так, конечно, то есть вот мы думаем над второй ревизией сейчас этого железа, и там… Там есть тревожные ожидания у меня, честно говоря, насчет Intel с FPGA, вот в одном упаковке, в N-Package, да, у них системный пэк еще это вроде будет. Там идея в том, что Intel вроде как стремится наизать OpenCL в конечном итоге. То есть вот нету пока… Я бегло искал, конечно, но я не нашел информации, где они бы сказали, что вот мы вам дадим FPGA, и вы сможете пришивать ее как хотите. У меня такое ощущение, что они сейчас планируют дать интерфейс. Вот вы пишите на OpenCL, а там будут ядра, которые, соответственно… То есть это будет немножко для других задач. Это будет для хайп, для мощных вычислений, для этих вот объемных. Этот будет вариант очень удобен для тех, кто хочет начать писать под FPGA, но еще не умеет. И некоторой ценой вот на оверхед, ну как когда-то C победил Assembler, так вот OpenCL он близок к C, ну почти под множество и над множество C. Для C-шников, для программистов это будет удобно. Для тех людей, которые могут писать в FPGA на системе вирилоги, нету вот этой вот важности переходить на OpenCL, поэтому мы бы очень хотели, чтобы Intel сохранил возможность в этом системе импэккедж напрямую. Потому что все-таки это разные вещи. Гипкость просто намного больше на HDI, естественно. То есть выжать из FPGA на вирилоги сейчас можно все, а на OpenCL пока нет. Ну может быть за пару лет они компиляторы улучшат. Тогда перейдем на OpenCL. Спасибо. Еще один вопрос про Device 3, но я думаю, это мы в кулуарах обсудим. Да, у нас есть эксперты. Да, у Device 3 еще и доклад на следующий день. Спасибо. То есть вот как раз в ответе на предыдущий вопрос вы ответили, в общем-то, на мой вопрос, который я хотел задать по FPGA. Именно вот как именно у вас реализована вся вот эта сложная функциональность по балансировке. Я имею в виду, что есть глобально два варианта, как это можно сделать. Это либо на, а System Verilog действительно какую-то там просто адскую программу написать, которая все это делает большую. Вот этот вариант, только не программа, а описание схемы, да. У нас такой. Хорошо, я неправильно сказал, действительно не программа. И второй вариант, это просто на FPGA, например, несколько процессоров, скажем так, общего назначения сделать и на них уже какую-то обычную программу. Да, второй вариант тоже существует. Это так называемые софт-процессоры, но их производительность будет она такая. Она вас не порадует. Для таких задач, которые делаем мы, у нас везде просто line rate, mass head, на прием, на передачу и каждый пакет, независимо от того, при каких условиях все происходит, должен быть обработан. Софт-процессоры вообще не вариант использовать. Когда вы посчитаете цену решения, вы откажетесь от него, скорее всего. Это только для утилитарных вещей, когда у вас выхода нет. Вы сделали платформу и что-то вам нужно гибкое заложить туда, какой-то сишный код туда, в компетене. Тогда это еще имеет смысл как затычка, но как основная часть системы, на наш взгляд, это не целесообразно. Понял, спасибо. Спасибо за ваш доклад. У меня несколько вопросов именно про софт. Насколько я смог понять, по сути, вы сделали PCI-ную карточку с несколькими портами, которая позволяет очень быстро работать. Ну, для системы, для процессора это выглядит так. Да. Тогда рассматривайте ли вы для себя DPDK, Data Plane Development Kit, Мы знаем, что это. Вот. Собственно, я немножко с ним поработав, был сильно впечатлен. И вопрос с этим, связанной умеет ли ваша, будем говорить, PCI-ная сетевая карточка делать, как интеловые, там, оффлоуд, очень-очень хитрый, свой хэш закладывать, который определяет, как по очередям сетевая карточка располагает пакеты и всякие такие штуки. Вот смотрите, вопрос ваш понятен, DPDK нас как раз интересует, но у нас это было все в режиме такого ресерча, то есть это у нас не основное было как бы направление, не продакшн, поэтому оно сейчас это все прямо в продакшнском приборе не умеет, но учится так, фоновым режимом. Можно я тебя поправлю, Денис? Дело в том, что доставка пакетов до Linux у нас не несла задачи загрузить максимально вот этим пакетом, то есть полностью доставить весь поток. У нас основная задача выполняется как коммутация между портами, а эти пакеты, они не выходят за пределы FPGA, они остаются там. То есть если говорить по вот именно тот девайс, который у нас в B100, там основная задача сетевого драйвера это чтобы просто пользователь мог по каким-то условиям отфильтровать набор, пакетов и потом просто их посмотреть, проанализировать их и поменять свои фитеры. Я понимаю, но у вас в презентации было слово, по-моему, фильтрация или анализ. Если говорить про Deep Packet Inspection, на FPGA это, наверное, очень трудно делать. И тут был бы хорош как раз процессор общего назначения, если ему можно будет быстро доставлять все это, то любой Deep Packet Inspection будет работать. У нас это есть как раз в этом девайсе. Фильтр можно настроить, но единственное, что это не особый дип до четвертого уровня, может пакет разобрать и отфильтровать. Опять же, есть у нас другие девайсы, где десятка, где действительно Deep, где по строке в любом месте, то есть про просто этот pattern match. Вот вы правильно говорите, мы как раз об этом сейчас думаем, чтобы часть, ну как обычно используют, вот как обычно люди, все-таки все на цепу, чуть-чуть задумаются про какую-то акселерацию потом. У нас, мы пришли из мира FPGA, у нас все на FPGA, теперь мы начинаем использовать процедуры как акселерацию. И да, мы именно об этом сейчас думаем. Я не знаю про вся экспресс. Нет. И последний маленький вопрос. Вы упомянули микрель, они, некоторые чипы микрель, мак микросхема умеют, пресижен тайм протокол и прочие всякие вкусные вещи. Умеете ли вы это? Да, мы это во всех девайсах умеем. Отлично. Спасибо. Мы там стемпим пакеты, которые выходят и позволяют в итоге, прямо в момент отправки, вот FPGA позволяет знать, когда пакет отправлен, прямо вот действительно очень близко к физике. Добрый вечер. Спасибо за интересный доклад. У меня есть два вопроса. Во-первых, могли бы вы чуть-чуть побольше сказать о стратегии обмена информации между PLEASE и HOST-ом? Вы так этим хвалились? Может быть чуть-чуть поподробнее. И второй, вы упомянули, что у вас есть линейка DPI продуктов менее требовательных производительности, а вы рассматривали, например, фрискейловские решения, у них есть хардверные топовые линейки, которые, например, даже тот же самый регексы делают в железе уже. Со складыванием по чередям и все остальное. Нет? Смотрите, отвечая на второй вопрос. Очень часто как раз, вы же понимаете, вот есть такая как это бизнес-ниша, очень часто к нам приходят клиенты, которые не устраивают что-то, что сейчас есть в железе. То есть они говорят, вот есть в железе, есть столько-то тысяч правил, могут то-то-то, но нет вот этого. А хотелось бы говорить. Мы можем, мы можем поддержать эти же правила, плюс то, что вам еще. И потом добавить еще и еще ваших протоколов, которых у других нет. Вот. Это ответ на второй вопрос. Первый я забыл. Первый вопрос по поводу стратегии обмена между хостом и процессором. Не стратегии. FPGA. А что по стратегии? Вы так хвалили свою архитектуру. Могли бы чуть подробнее рассказать? В нашей превосходной архитектуре для этого используются DMA и DMA и пакеты, которые приходят в FPGA, записываются в память. Вы знаете, все, наверное. Да. Чуть подробнее, если мне. Не, мы как бы вопросом, не знаю, почему мы хвалили свою сетевую архитектуру. И я как раз акцентил внимание, что это базовая архитектура вообще всех сетевых контроллеров. Мы просто рассказываем про то, как оно устроено. Поэтому, если вы почините вопрос, что подробнее рассказать, то мы, конечно, можем рассказать что угодно. Вот, учитывая те вызовы, которые у вас были, что вам нужно обработать на большое количество пакетов, что у вас работало, что у вас не работало, каким решением мы пришли именно со спецификой того, что это сетевые интерфейсы, а там как бы не все предсказуемо, скажем так. Да не, ну как, ну то есть, опять же, у нас не стояла цели выжимать там сороковку или сотку на B100, десятку мы выжили. Нам пока этого хватает и думаем параллельно над дальнейшей оптимизацией. Наверное, подробнее давайте мы где-нибудь выйдем, расскажем, код покажем. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!